В этом ролике мы поговорим о трёх вариантах потокового вещания игр с поддержкой локального кооператива. Поехали! К сожалению, программа Remote Play What's Ever не обновлена и по сей день, а значит, удобного метода вещания пока что нет, и мы вынуждены довольствоваться сторонним ПО. Ну что ж... Первый метод — это подложка, прокладка между игрой с нативной поддержкой Remote Play, например, Brawl Force или Brawl Hall какой-нибудь, и игрой без неё. А в первую очередь речь о пиратских играх. Вне директории Steam таковых прокладок множество, и некоторые мы разместим на нашем бусте, откуда вы сможете их скачать. Работают ли они все? Вопрос риторический. А то, что точно работает, вы сейчас видите на экране. Мы подменим exe-файл оригинала прокладкой и укажем через текстовый редактор путь к реальной игре или приложению. После через Steam грузим игру и приглашаем друга в Remote Play. Если хочется, можно даже в LC Player стримить другу таким образом и вместе смотреть аниме. Однако у данного метода есть два жирных нюанса. Во-первых, если вы хотите через прокладку играть в игру из вашей же библиотеки, она может не работать, ссылаясь на ошибку 86. Довольно часто причина этому дирем-защита или онлайн-сервисы, связанные с игрой. Решение проблемы нам неведомо. Второй нюанс. Иногда случается баг, когда клиент подключается к хосту, но ничего не происходит. Это лечится перезагрузкой Steam'а. Для верности на обеих машинах. Ах да, третий маленький, но значительный момент. Играя через прокладку, вы не будете получать ачивки, и время прохождения игры не изменится. Учитывайте это. Второй метод. Специально разработанная для локального кооператива программа Parsec. Всё, что нужно, это скачать само приложение, зарегистрировать аккаунты и добавить другого френд-лист. Однако и тут зарыта собака. Во-первых, мы не знаем, когда в России может быть запрещен и заблокирован этот сервис. А во-вторых, в бесплатной версии стрим будет ограничен в фулл-ожги разрешения и наличием вводного знака Parsec. Если вы готовы мириться с этим, то это самый лучший вариант. Стримить можно как игры, так и просто рабочий стол. Parsec — это TeamViewer на стероидах. Последний и максимально мужицкий метод на сегодня — это использование полностью локальных решений, которые будут работать даже в случае железного занавеса и отсутствия Стима. Условие только одно. У хоста должен быть белый IP-адрес и проброшен хотя бы один порт на роутере. Без этого видеопотоку некуда будет выйти. Итак, хосту и клиенту необходимо зайти на GitHub. Первый качает программу Sunshine, второй — Moonlight. Хосту требуется придумать логин и пароль для браузера, после чего выбрать номер порта, который точно открыт, и для верности вписать свой IP. А еще для стрима через интернет включить Plug and Play. Все. Иные опции скорее для удобства, чем необходимость. Перейдем к клиенту, он же зритель. В приложении Moonlight, будь оно на андроиде или другом ПК, просто необходимо добавить IP и номер порта хостящего ПК. При первом подключении вас попросят ввести общий пин-код сессии, после чего можно смотреть и играть вместе с другом, не боясь санкций и замедлений. Если это видео было полезно, а оно не могло быть бесполезным, ставь лайк и вообще, поддержите отечественных контент-мейкеров. Удачи, тамодачи!